ну вот и пришло время программы голос здравого смысла леон лайнштейн как только он закончит говорить по телефону он обязательно включится мы стали невольными свидетелями разговора вашего надеюсь ничего страшного в этом нет для разнообразия прошу прощения я не врубился что вы уже мы уже у меня внук который интересуется битва тарой изучением тары и я ему время от времени задаю всякие вопросы потому что он продвинутый сколько там пять лет он каждый каждую неделю четыре раза в неделю ходит в синагогу на курсы и меня очень заинтересовала одна тема никакого тоже не имеющих сегодняшнего дню но тем не менее есть такое понятие в торе как нафилим нафилим это упавшие и в шумерских табличках и в торе есть упоминание о том что эти нафилим существовали на земле в то время как дети бога входили в шатрык земным женщинам и как-то все это вместе описано и вот я никак не могу разобраться что это и я значит попросил его разобраться он значит разобрался со своим раввином достал какие-то источники и воскресенье придет ко мне докладывать кто такие эти вот нафилим упавшие что это за дети богов и каким земным женщинам они заходили в шатры интересно интересно ну в бытие в бытие ну бытие это так сказать как бы по-русски да это самый самое начало торы в шестой главе где сказано когда начала говориться о том что бог разорвился на людей что они стали аморальными и решил уничтожить их а потом она идет разговор который он решил спасти вот начинается все с того чтобы были некие дети бога были некие нафилим по-русски переведено как гиганты мне это непонятно что это за гиганты такие вот так что мы с ним будем разбираться а дальше посмотрим может быть даже доложу и нашей уважаемой аудитории было бы любопытно ну и тем не менее мы вынуждены вернуться к сегодняшнему дню и поговорить о том наверное тоже не можем обойти тему израиля тема конфликта вот через одиннадцать дней кажется дальше 11 наверное дней сначала ракетного бомбежек израиля потом израильского ответа перестрелки там налетов и тому подобное временное перемирие временное почему потому что но постоянного перемирия было уже 400 по временных перемирий примирий которые всегда скончались поэтому уже все перестали относиться к этому как к чему-то что может привести к миру это просто приводит к тому что дать передышку все больше той стороне а потому что ситуация следующая в основном иран но еще и несколько других государств а снабжают так называемых палестинцев сейчас объясню почему искал так называемых оружием в основном ракетами и дает им достаточно большое количество денег и материалов для того чтобы они вместо того чтобы развивать свою скажем область страну часть страны не знаю там опять же облацкать наверно сказать округ это не страна это нечто другое административное образование газа а ты вот без того чтобы развивать и видать людям хорошую жизнь построить дома квартиры бизнес и давать им взаимоденьги чтобы они могли строить свои бизнесы там инфраструктуру создавать и тому подобное и пользоваться огромными благами которые может предоставить им израиль который может может прекрасно сотрудничать с газой скажем да и со всеми так сказать этими бывшими орданскими ныне непонятно чьими землями а понятно чьими они принадлежат искать израилю бог даровал это дело евреям значит поэтому израиль это просто название объединения большого количества евреев которые поселились наконец вместе на своей земле тем более что организация объединенных наций как бы сказать если у нас есть самое главное от бога сказать бумажка а бумажка у никого другого уважок нет у нас есть бумажка называется тора библия светский завет то и современная бумажка которая значит дало он в свое время значит о том что вот на территории вот этой земли будет еврейская конкретно еврейское поселение еврейское национальное государство и вот значит большое количество мусульманских государств я хочу сказать арабских потому что не уверен что искать иранцев можно присобачить и или палестинцев можно присобачить к этой категории а но значит большое количество мусульманских государств дает деньги тем кто в палестине заведует скажем так сказать жизнью так сказать руководить жизнь деньги на то чтобы они убивали евреи а совсем не для того чтобы они улучшали жизнь как бы их мусульманских братьев это вышел совершенно наплевать на своих мусульманских братьев их основная задача это как можно больше неверных уничтожить особенно тех неверных которых то есть вот живут на той земле которая не хотели бы очистить вообще искать задача как бы вот джихада будь это иранский джигат джигат или там целый ряд других вариантов это полностью очистить то место на котором сейчас живут евреи называют это своей землей вычистить под нож всех евреев либо превратить мусульман либо уничтожить как они говорят так сказать перерезать либо горло всех странных загнать в море средиземное что мы там утонули чтобы эта земля наконец стала принадлежать правоверным мусульманам кстати совершенно непонятно если они правоверные мусульмане и если они верят в то что написано в в коране начало корана а первая половина корана это точно даже в начало таскать библии христианской это ветхий завет о ветхом завете что-то четко сказано бог говорит я вам даю вот эту вот землю уважаемые так сказать евреи она ваша навсегда селитесь и прочее и бог который не сказать как бы никто не знает ни одного случая чтобы бог сказал а я перерешил по-другому вроде бог не давал никаких сигналов о том что он перерешил и земля это если человек верит в бога вот в того самого единого делливого яхве аллаха то он должен уйти с этой земли из когда дорогие уважаемые евреи живите там спокойно потому что это бог отдавал но они почему так не считают и пытаются убивать как можно больше и вот на сегодняшний день происходит следующая ситуация люди живущие в газе они абсолютно разменная монета всем кто дает деньги на убийство евреев совершенно все равно сколько потом погибнет этих людей там женщин детей стариков там неважно кого ну что называется безоружное гражданское население более того делается так специально что стрельба по израилю по евреям идет с тех мест с центр и середины школы прорывается туннель который вход в который туда с оружием в госпитале находится кстати под своими же мечеть и меня это делают они очень надеются что израильцами когда что долбасить обратно засекая откуда стрельба когда обратно летят ракеты что они выпадали по этим самым гражданским объектом его же они перебьют там хоть половину населения эти самые газы их как бы братьям до которых они защищают от страшных израильтян а то перебьет большое количество только что называется в радость потому что они кричат значит вот убили столько-то женщин убили столько-то детей там израильтяне ужасно и тому подобное провоцируют знаете я помню мы были в ливанской компании он это было 84 а значит когда я был в этом и в артиллерии в израильской и прямой наводкой били таскать потому что там надо было долбать по всяким дотом зотом укреплением и прочее вот я лично не присутствовал при этом но ребята мои вернувшись обратно с низких операций рассказывали как дома там двух трех четырехэтажные дома в окнах стоят застывшие от ужаса женщины и дети между ними арабский воин значит просовывает буз базуку или там автоматы начинает пулять по израильтянам а если израильтяне стреляют обратно то они убивают сначала ребенка и причем это очень часто были его собственные жена и дети что поразительно совершенно что как бы вот с моей точки зрения невозможно вот то же самое делают и хамасовцы сегодня все остальные тоже такие джигады там джихады джихад исламский джигад ну там хизбаллы там и тому подобное они ставят своих собственных женщин детей там не уверен что своих собственных да может быть чужих можете свои и стреляют оттуда считая что вот очень будет здорово если израильтяне стрельнут обратно и перебьют там некоторое количество наших детей чтобы мы могли добиваться наших целей чтобы нам дали больше денег из-за границы честь денег дает америка через денег дает европа через денег дают мусульманские государства из региона или там подальше ну вот а значит я очень далеко отвлекся от вопроса прошло 11 дней израильтянам выпущено по израилю по одним источником 3100 по другим источнику 4000 ракет из которых 6 прилетели из ливана но слава богу перестали лететь потому что иначе были ливанца досталось разрушили они очень немного большая часть была перехвачена израильской по часть просто 450 просто упала на территории самой газы часть куда-то полетела и попала на пустыри но некоторая часть попала к сожалению к огромному и в жилые здания его строение какие-то убило двигать 13 12 чек сейчас погиб 13 человек из которых двое детей то есть с помощью 4000 ракет им удалось убить 12 из 13 израильтян то ужасно тоже но просто я говорю что не совсем таскать они слава богу умеют это делать мы поразрушили довольно много туннелей вроде бы взорвали достаточно большое количество пещер коммуникации пунктов связи командных пунктов и тому подобное мы не знаем насколько никто никто этого сейчас не знает но я думаю что израиля есть разведка внутри хамаса и довольно скоро мы узнаем об этом какая действительно на было таскать нанесена урон какой был донесет хамасу но что ужасно это то что огромный урон нанесен наземным строением в которых живут действуют питаются пьют воду получают электричество обыкновенные нормальные люди и неважно что они настроены сейчас что их там настроили все что они хотят господа я жил долго в израиле я я общался я не был типичным как бы таскать вот иммигрантом до 73 году и не было типичных иммигрантов я много общался с местным населением в том числе с арабским бывал наш таки бывал на зазеленой чертой должен был ехать туда жить в арене моя фамилия была 6 записано среди людей которые должны были там жить потом меня пригласили на работу сша я переехал начал таскать здесь один конец и ставить спектакли мы должны туда уезжать делать там театр я много общался и в армии с арабами и прочее все что они хотят ребята они хотят нормальной жизнью жить им головы дурят головы дурят и делают из них зомби но вы смотрите что происходит наши с вами соотечественники приехали из советского союза удрали оттуда из этого кошмара да а теперь они всеми силами голосуют за демократов которые пытаются нас превратить нас такой же однопартийный кошмар который советском союзе с нами делали то есть люди может нормальные хорошие умные неглупые люди которые тоже все что они хотят от нормальную жизнь до чтобы отстали от них и тем не менее их вот так убеждают то же самое произошло из арабами как только деньги перестанут им поступать на то чтобы вот платить им чтобы воевать с израилем тут же они перестанут это делать ровно в этот момент вот не знаю когда это произойдет не знаю произойдет или нет но мы можем только надеяться на то чтобы какой-то момент вернется в сша нормальный президент ставит нормальная администрация политика станет опять нормальная сторону мира а не в сторону уничтожения евреев израиля вот и и заигрывание с арабами и заигрывание с не знаю с ираном и тому подобное вернется обратно нормальная администрация и мы увидим сокращение военных действий сокращение их бюджетов сокращение их их уничтожения это спеть агиталовского ирана сейчас не имею ввиду физическое интерведи ирана просто уход агиталовского ирана с позиции постоянного такая россия но в меньшем размере которые на ближнем востоке всем делать гнусности и гадости за счет этого существует с амбициями имперскими до создания там не знаю чего они хотят атаманскую империю вроде создает турция дюро чет другое хотят создать не знаю мужскую другую в общем можно только надеяться на то что придет нормальная администрация к нам и вот все кошмар который происходил последние 11 дней он не будет больше происходить а то что израиль остановили это очень 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 плохо потому что как только ты их останавливаешь ты сохраняешь им тот потенциал ты сохраняешь их тот арсенал которые людей которые ровно через там несколько месяцев начнут делать все то же самое вместо того чтобы один раз все это уничтожить чтобы они были вынуждены все с самого начала начинать полностью взорвать уничтожить убрать и тогда долго долго был бы ситуация при которых них не было бы ни денег ни людей не возможности убивать евреев на расстоянии вот так иногда думаю вот сектор газа имеет там несколько километров прибрежной полосы шикарное место ведь можно было сделать такой полурай на земле из этого места те деньги которые я имею ввиду побережье морское я имею ввиду средиземное море сектор газа прям такие шикарные пляжи отели могли бы быть то есть это могло стать таким райским уголком тем количеством денег которое в них засунули американцы европейцы и братья-мусульмане можно было построить там даже не рай там можно было построить место о котором бы завидовал весь мир такого количества денег на душу населения и денег на квадратный километр населения по моему нигде не было вместо этого они построили мы разрушили там 15 километров подземных это не просто под землей дети прорыли это почти как метро московская может не так глубоко может в половину этого вы знаете там вы рыться туда засунуто технику потом поднимать оттуда землю потом куда-то и свозить сколько с это труда логистики сколько людей сколько но у них работа зато было да правильно они получали это искать за это дело деньги но сколько денег потрачено на это вместо того чтобы на земле построить абсолютно райские кущи что помешало там что мешает этому а дело в том что им дают деньги на войну ненависть ненависть понимаете ненависть а совсем не нежелание своим людям сделать что-то хорошее то есть деньги даются под благовидным предлогом гуманитарным и так далее а уже распоряжаются они на месте они понимают что чем дольше будет продолжаться этот конфликт они будут чувствовать себя угнетенными ущербными опрест и деньги будут поступать они будут воевать а у них воспитывается ненависть из поколения в поколение к евреям к израилю и все и дальше этого мысли никуда не движутся не на йоту вот говорят о секторе газа сектор так называемый да вот а значит я никогда не был в самом городе газа поэтому не не представляю себе да но рафах был замечательным городом совершенно а потом как он назывался джибалая джибалая тоже было прекрасное место до арабская арабская такая там мазанки и прочее но там можно там засадить все это можно там там можно построить просто кущи райские значит даяр аль-балах по-моему называется это на самом медитерене да даяр аль-балах просто замечательное место но ничуть не хуже любого другого итальянского кого-нибудь там или или в кроэйши и да так сказать курорта да там там можно делать так насчет 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 чего край крыша крыш как по-русски кровать хорватия 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 до хорватия забыл что хани алика вот там же просто сейчас хуще строят потрясающие там эти корабли лодки на прокат потрясающие рестораны причем недорогие просто на прямо рядом с италией да то есть старая италия практически это венецианская республика когда-то там была таскать да там практически вот то же самое все это старинная италия не тронутая цивилизации сейчас в это встраивают это всякие кафешки ресторанчики магазинчики какие-то развлекухи какие-то там таскать и прочее прочее и становится потрясающее место приехать и она в половину стоимости от италии да тем более там венеция венеция просто рядом совсем венеция просто треть народ туда уже просто толпили сюда были полмира ездила полмира ездила они были бы богатыми счастливыми нет вместо этого главное убивать 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 но это не они сами виноваты это этот день куда деньги что называется требует они туда и идут если если им платят за то чтобы пещеры строить и и подводные подводные подземные всякие переходы они будут их строить а если бы платили за то чтобы строить высокие так сказать отели казино я не знаю там и тому подобное они бы строили это нам в египет по россии ездила отдыхать в египет это же тоже все было бы место замечательно просто граница с египтом вот мне интересно те кто требует и возмущается израилем в том числе и евреи вы наверно слышали эту историю что там какая-то еврейская ассоциация к это сотрудников гугла обратилась письмом к руководству занять более жесткую позицию по отношению к израилю евреи которые работают в гугле обратились к администрации гугла занять более жесткую позицию по отношению к израилю то есть они вот этим вопросом очевидно никогда не задавались а почему так происходит почему все время идет война при том количестве денег о которых вы справедливо упомянули которые вливаются в эту газу почему ничего не меняется почему вот они этим вопросом на самом деле знаю как ни странно ответ на этот вопрос я понимаю что он 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 риторический да но я знаю ответ на этот вопрос сейчас мы вернемся или перейдем к моей любимой теме а может быть мы сначала уйдем на небольшой хорошо потом мы ответим хорошо давайте мы тогда сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим и вы ответите на этот вопрос как мы возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла ну что ж попытайтесь ответить на мой риторический вопрос да да значит что происходит с нашей молодежью последние 30 лет это уже два поколения практически выросла и сейчас на родилась начинает 3 а вот такая вот забавная вещь значит всегда в течение сотен лет в школах и университетах школы я ведусь к старшей диска школы до поощрялась и развивалась то что называется критическое мышление то есть а если тебе задавали вопрос то было здорово если ты умел придумать на этот вопрос скажем так сказать ответ а кто-то другой если это не вопрос математический 4 плюс 2 понятно да так сказать это там от от 7 до 11 приблизительно а кто-то другой мог бы это оспаривать это и вот это вот умение оспаривать умение находить дырки в чужом мышлении умение понимать что может быть тебя так сказать специально тебе засовывают какую-то лапшу на уши то есть умение отличать умение сомневаться и находить подтверждение либо своего сомнения либо тому что тебе сказали и называется критическое мышление в школах и университетах европы и америки сейчас не знаю ли про россии или про белоруссию или украину просто не знаю да я знаю про европу и америку и не знаю что в израиле совершенно по-другому сейчас подходит они дают тебе ответ чем не математически еще раз да ответ в скажем психологическое экономические политические там и тому подобное очень много сейчас политического в школах и и скажем потепление да глобальное потепление вот хороший пример а есть глобальное потепление есть вот все ученые говорят что оно существует да ученые 20 лет назад все говорили что есть глобальное похолодание значит сейчас потом глобальное изменение климата сейчас глобальное потепление то есть они действительно что-то происходит с климатом а потом следующее утверждение идет в этом виноват человек и рассказывается как человек своей деятельностью выбрал сбрасывает это делает это парниковые газа там туда сюда есть ли ребенок начинает я просто один пример сейчас говорю о их тысячи каждый день если он начинает спрашивать что-то говорить а я вот читал или а мне там сказали или я думаю оправдали это и прочее то на него обрушивается от учителя и от соучеников пыльча их организовали таким образом волна нервисти как ты смеешь к ты что ты там за то чтобы убивать людей там т.д. таскать и расист и того вода и люди дети они начинают понимать внутри где-то себя что возражать нельзя нельзя а быть не в струе нельзя с точки зрения учителя это оценки хорошие с точки зрения окружающей таскать среды это нормальное отношение вместе против там кого-то кто плохой и наших детей а сейчас уже наших внуков мои мои когда у кого-то тихо щелетов их учат мыслить по-другому то есть не критически тире творческие мысли да а мыслить как робот ты должен запомнить и хороший специалист сегодня это такой человек который много запомнил а потом может быстро доставать из памяти те факты которые ему туда забиты иногда связывают несколько разных фактов вместе да что не является разве это робот будет лучше делать чем мы это 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 идет с компьютером у нас конкуренция идет как только появляется в нашей жизни она уже появилась лабораториях но не появилась пока в нашей жизни и ай артифишал интеллиженс то мы не нужны а нужны только те кто умеет критически мыслить те кто не умеет он проиграет войну с компьютерами с роботами так вот отвечаю теперь на ваш вопрос проблема заключается в том что молодежь боится и привыкла не подвергать сомнению то что им говорят . мало того задавать вопросы становится небезопасно это тоже соли то это да да я согласен совершенно но это часть того что я сказал одна из частей нельзя все ты обязан вот тебе сказали что там то спите не знаю там бог бог таскать создал там я не знаю там что-то все это бог если тебе сказали что никакого бога нету все как только сказали с этого момента бога никакого нет тебе сказали что израиль плохой все ты не имеешь права задавать вопросы никакие после задаешь вопросов ты враг телефон студии 847 4005 200 может быть у кого-то из наших радиослушателей возникли вопросы по ходу нашей беседы так что если есть вопросы звоните вот интересный аспект того что происходит в израиле я даже не аспект сказал а это к это даже причина того что происходит сейчас в израиле она конечно в белом доме и в вашингтоне на капиталистском холме а как многие наверное заметили то что было голосование по следующему пункту один из республиканских членов конгресса внес следующий законопроект который был принят на голосование о том что любой человек любая организация любое государство которое помогает хамасу убивать израильтян евреев то бежда должна считаться пособниками терроризма ну логически понятно да если террористы специально направляют ракету в сторону скажем так сказать жилого дома да так сказать там детского садика или чего-то еще то по определению он террорист . а тот кто ему дал денег доставил ему ракету создал эту ракету специально для него там привез поставил научил его пользоваться этим там рыл туннели давал деньги зная на что эти деньги идут да 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 он пособник террористов он пособил террористов так вот все сто процентов члены конгресса демократической партии проголосовали против этого среди них большой процент людей нашей с вами национальности господа слушатели и зрители наши вот так что вот это вот поразительно то что у нас происходит байден одним из одной одним спор одним из способов уговорить на таньягу прекратить долбать хамас чего делать конечно нельзя было ни в коем случае но я понимаю что там очень много чего мы не знаем может быть арабские государства которые вот абрамос аккорд 5 они сказали израилю ребятам перестаньте иначе мы вынуждены будем перестать вы выйти из этих договоров возможно такое да так вот значит тем не менее одним из морковок который байден махал перед носом на таньягу было значит 700 с лишним миллионов долларов которые он сказал мы вам выделим на то чтобы вы смогли закупить вместо выпущенных новые ракеты и снова таскать свое право оснастить я так понимаю что израильтяне сказали цифру который им нужно значит помахал помахал согласился на это значит на таньягу как только таньягу сообщил что значит они согласны на мирное соглашение вылез сенатор любимый мой человек берни сандерс и сказал что значит он и такие огонь не дадут возможности байдену дать эти деньги израиль то есть морковкой помахали а потом выяснилось что морковки нету вот так что вот все вот это показывает всем тем кто ненавидят израиль кто дает деньги на его уничтожение чья политика строится на том чтобы убивать и уничтожать евреев и решить еврейский вопрос окончательно вот они получают очень положительные сигналы из соединенных штатов америки несколько дней тому назад камала харрис произнесла очень хорошую речь прекрасную где она сказала что израиль имеет право на защиту что мы не отмене отдадим не сдадим израиль это наш самый главный танцы эти прочие прочее таскать наш наш близкий друг наш наш близкий человек который значит вот человек государства с которым с которым мы находимся в партнерских отношениях если все прекрасно через два дня начала распить вполне возможно что выступление камалы было частью самой компании по дезинформации который развернул белый дом чтобы израиль согласился остановить в общем окончательное разрушение хамаса ну скорее всего провели опросы фокус-группы поняли что большинство американцев все-таки поддерживают израиль в этом конфликте и поэтому прозвучали такие слова необходимые в данном случае ну чтобы как-то успокоить на самом деле политика успокоить тех евреев которые деньги дают да а на самом деле политика ньюсмэкс сообщи комментировали выступление байдена который как бы сам себя наградил за прекращение и они сказали что на самом деле брокером является египет в переговоре то есть когда выступал сказал что мы согласились на условия предложены египтом вот так а при этом байден такой герой он сказал что я этот мир создал ну а а гор создал интернет мы что не знаем точно недавно на мэр нашего города ну чикаго имею ввиду лори lightfoot заявил о том но будет приближается вторая годовщина и и восседание на троне и она сказала что она будет отвечать исключено проведет интервью журналистами и это будут исключительно журналисты либо афроамериканцы либо латинос то есть либо коричневый либо черный очень правильно правильно уже белый дай бог может задать вопрос который не понравится то есть это явное проявление расизма но те кто громче всех кричат расизм 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 как бы это пропустили все мимо ушей никого это не взволновало расизм никого не волнует на самом деле это используется расизм вот это вот это вот теория демократами для того чтобы контролировать для того чтобы делить на группы противопоставлять одна дни одну группу другой группе выделять в определенные группы в качестве жертв и в общем ну все как всегда все как всегда нужно 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 ли нужно вы кирилл конечно когда нам нужно это существует когда нам не нужно чем последняя такая группа которую они определили это азиаты вот даже закон приняли то что азиатов но сообщение о том что против азиатов искать совершается насилие правда не уточняется что в подавляющем большинстве случаев это афроамериканцы которые просто без всякого повода и причины вот так же как свое время они атаковали пожилых людей евреев в частности игра у них такая была то же самое происходит сейчас с азиатами но вот они выделили эту группу и как бы встали на защиту от и потому что азиаты это тоже блок довольно большой избирателей то есть все что делается настолько но к сожалению не все это понимают или нефе или понимают и делают вид что не понимают я имею ввиду избирателей демократов или не понимают что их дурачат вот вокруг пальца обводят за нас водят а что из них делают видло что я думаю что не понимают вот этот самый феномен когда людей один раз до стропали ли а они поверили в это а дальше они никаких вопросов не задают и она поехала и любое возражение или попытка пообщаться вызывает раздражение потому что они же знают правду верно они знают сто процента что они правы что лучше отнять и поделить чем скажем дать человеку зарабатывать самому свое строить свою жизнь и тому подобное а лучше быть лучше для всех будет и для них тоже если прийти отобрать тому у миллиардеров всяких а до того они от счастья что они купили iphone и сделали людей которые его создали миллиардерами они плевали но теперь они уже купили хотят отобрать обратно те деньги которые они дали этим людям за то чтобы дали пользоваться iphone в общем очень много логики и к сожалению очень мало разума во всем этом есть но и сегодня уже упоминал о том что в программу борьбы с глобальным потеплением то что они сейчас называют изменение климата то есть потому что действительно получается неловко в 70 это было глобальное похолодание мы все замерзнем умрем потому что есть будет ничего ледниковый период а потом те же самые горе ученые стали убеждать нас в том что мы все умрем от того что идет глобальное потепление точно так же ни в коем случае не носите маски они не помогают а потом без масок вы умрете кстати с масками удивительно вот они до сих пор в детей заставляют носить эти маски уже столько примеров было вы помните на легкоатлетических соревнованиях девочка которая просто коллапс потому что их заставляли бежать в масках из-за того что кислородное голодание то есть они она недостаточно получает кислорода нагрузка колоссальная кислорода мышцы не получает мозг не получает девочка просто потеряла сознание на финишной черте упала таких примеров масса и тем не менее это не и я всегда как бы говорил о том что вот что касается масок это не забота о здоровье это это такое принуждение это такое подавление сознания стирание личности то есть вот это контроль в худшем смысле этого слова и вот сейчас когда сиди си выпустила новый гайдлайнс в которой говорится что маски как бы не обязательно носить в общем как бы смысла нет потому что действительно если вам сделали прививку то вы как бы уже человек защищенный от вируса а ведь нам после того как сказали что маски необходимо носить причем их необходимо носить для того чтобы не себя любимого сберечь а позаботиться об окружающих чтобы не заразить их так вот люди которые получили вакцину они возмущаются порой очень агрессивно против тех кто не одевает маски но если вы вакцинировали значит вы уже защищены от человек в общем какой в этом логике к сожалению нет поэтому понять это умом невозможно то есть каждый день новые вводные каждый день один штат так другой штаты так ну ладно штаты понятно эти штаты ваш наш там нью-йорк убивали экономику тащили штаты на дно в расчете на то что федеральное правительство выделит им деньги они не ошиблись вы выделили там 230 миллиардов долларов этим все то что штаты разворовали абсолютно что они раздажды разворовали разбазали все то что они потратили на свои зарплаты на свои пенсии и прочее сейчас и мы с вами вернем вернули и они продают то есть а другие штаты теперь еще много лет делать то же самое а другие штаты которые работали которые ты сказать придерживались здравого смысла и понимали что экономику нужно поддерживать найти некий баланс между заботой о здоровье и сохранение экономики и штата они вынуждены это дело оплачивать оказались идиотами потому что они же и будут оплачивать теперь все это в общем при этом я не честно говоря но с этими понятно те кто у кормушки те кто власти у них задачи определенные у них цели определенные я все время пытаюсь обратиться к разуму тех кто за них голосует посмотрите ведь когда бидон говорил о том что байден говорил о том что поднимем налоги только на богатых те кто получает больше 400 тысяч и при этом люди так сказать здравомыслящие говорили ребята это все не так это это аукнется каждому на каждом от так сказать отразится то что называется инфляционный налог то что стоимость жизни растет то что вы посмотрите уже есть официальные данные о том что вот на это поднял цена поднялась на это поднял причем если говорят что инфляция там за квартал составляет два процента если умножить на 4 квартала это получается 8 процентов а причем в эту инфляционную составляющую из этой инфляционной составляющей исключены стоимость продуктов и стоимость бензина это без этого без учета продуктов и бензина стоимость которых растет просто skyrocket а люди люди не понимают что вот эти вот но кстати вот математический в данном случае 2 умножить на 4 не 8 а 9 а как не странно потому что процент на процент просто вырастает не только то сказать а это на какой кусок она выросла уже то есть вот эти девять процентов это у нас украли 9 процентов наших зарплат . не понимают этого они думают подумаешь инфляция у них лично 10 правда не получали 100 тыс сейчас они получают 90 тыс они получали 200 тыс сейчас они получают 180 тыс у них украли 9 процентов их дохода а люди еще продолжают думать что это на тех у кого 400 тыс ну да ну да и особенно насколько я знаю за байдена проголосовала скажем больше пожилых людей чем в предыдущих на предыдущих выборах проголосовала за демократов то есть людей обманули и и люди которые имеют имею ввиду пожилых людей у которых фиксированный доход то есть там пенсия какая-то не знаю и так далее и при том что стоимость жизни так возросла и на их качестве жизни это отразится в первую очередь потому что скажем те кто зарабатывают миллион два три пять десять двадцать двести миллионов в год не стоимость бензина не стоимость продуктов никак не повлияют абсолютно это ударит прежде всего по сам то есть по среднему классу по тем кто живет на пенсию на свою и при этом выходит на трибуну такой с их сухмылкой зиц председателей говорит давай не беспокойтесь все в порядке вы богачей вот тут встряхнем и эти люди наивные аплодируют ура ура богачей распотрошим и нам станет жить лучше а потом вдруг приходит в магазин мама дорогая мне пожалуйста там даже не полфунта а вот два слайсика колбаски там два слайсика ну так же трамп в этом виноват неужели непонятно да то есть эти люди наивные которых обманули а вот те которые получили образование которые в принципе я не знаю специалисты адвокаты некоторые в медицинской сфере работают вроде бы люди образованные это же как бы заняли эту структуру они образовали образованцы это совершенно другое могут быть хорошими специалистами вроде как бы не глупыми людьми но есть такая вещь называется мудрость не ум а мудрость вот это вот связано с критическим мышлением это связано с творческим мышлением мудрый человек может что не образованы знаете вот иногда борьда вещи вроде он не образованный но вот все вроде правильно и говорит и делает и думает и и рассуждает да а он мудрый а него есть другие качества он не получил формального образования я знаю огромное количество людей врачей огромное количество них там упал мозги выдолбливают в юристов в это выдвижных самых высших учебных заведениях вот очень многие из них с абсолютно идиоты вот с точки зрения понимания чего-то анализа чего-то просто как как вот что такое в голову забили это бубу-бубу-бубу-бубу а как врачи не могут прекрасно и врачи почему нет кстати компьютер очень скоро будут делать лучше чем врачи большинство по крайней мере да как-то все это печально звучит и будешь будешь до дома связываться до тебе будет таскать камер на тебя смотреть будет говорить там покажи это покажи то расскажи вот это анализировать воздух будет у тебя стоять компьютере которым ты дышишь там капелька крови там уже сегодня это можно все делать а потом тебе говорят у тебя там есть то-то то-то и то-то возможно это это и это и выписывать те прямо так сказать домой приходит лекарство сиди себе дома никуда не выходи никому не мешай принимаете лекарств чудная жизнь ли он да огромное спасибо как всегда очень познавательно очень зажигательно и интересно и до встречи в следующий раз счастливо до свидания